Книга «Открытым оком», 23-й том, тема «Потеряевка», вопрос 3529-й. Была ли статья в российской газете после приезда к вам из Москвы журналиста? Как бы с ней ознакомиться? Отвечает Игнатий Тихонович Владкин. Статья появилась не сразу. И прислал нам газету сам автор, сделав вот такую приписку. Не бог вещь, что получилось у меня, но думаю, что не совсем худо. На всякий случай высылаю вам несколько экземпляров моей заметки, опубликованной в российской газете. 20 июля 2007 года, номер 156. Газетный механизм сложен, там свои пружины, там людям со стороны в нем не разобраться и повлиять на его работу невозможно. Так что приходится принимать то, что есть в итоге. Заметка ждала своего часа более двух месяцев. В рукописи даже потерялась в столах редакторских. И хорошо, что у меня была копия. Частично при подготовке текста к печати произошло сокращение, которое, однако, заметку не испортило, а даже улучшило. Так как всякое похудение, сброс лишнего веса организму на пользу. Вот как бы книги Игнатия при печатании кто-нибудь сократил раза в два. Польза была бы заметная. Я представляю, как потеряются, читая мою заметку, будут возмущаться, что фото, украшенное ее на газетной полосе в Потеряевке, не имеет отношения. 25 июля 2007 года. Поселок потеряю в полтайского края ехать поездом от Барнаула в сторону Кулунды. Через пару часов будет краткая остановка, а на безлюдном разъезде подстепная. Поезд покатится далее. И ты один на один останешься в оглушительной тишине. А дальше пшеничные поля и белые березы в обхват. Еще километра через четыре в зельный трав откроется тихая, загадочная судьба деревушка. Четверть века назад она без следа исчезла с лица земли, а спустя еще несколько лет взяла и воскресла. «У нас тут ни гостиницы, ни столовой», — сказал потеряевский священник отец Иаким. «Я вас поставлю на постой к Андрею Устинову, это племянник мой. У него четверо детей, будете пятым, хорошо? А дом у него просторный, второй этаж целиком пустой. Дети встретили меня у крыльца Никита, Исаак, Анфиса, Лизавета. У всех взгляд доверчивый и открытый. На мальчиках рубашонки на выпуск и кушак опояска, завязанный на животе. Кушачок опояска, завязанная на животе. Каждый, как мужичок с ноготок из старинного времени. На девочках белой платочки и платьица почти до самой земли. Чисто воды барышни крестьянки. Забегая вперед, скажу, что вся потеряевка щеголяет в похожих нарядах, как из музея. И бороду непременно носит. В понятии потеряются без борода и при жизни не человек. И умрет непокойник, однако все по порядку». В 1818 году мужики-киржаки Сапожского уезда Рижанской губернии Потеряевы, Кубасовы, Рыжковы. Дюжины две семьи погрузились на скрипучие телеги и двинулись на поиск вольного жития-бытия. Сколько ископытили они дорог, какие тяготы и лишения претерпели в скитаниях. Никто о том летопись не составил. Лишь в Алтайской степи, изрядно утомленные, встали станом. Слава Богу, приехали пашню пахать, сеять пшеницу, белотурку. Простора более чем достаточно. Обширные выпаса, сенокосы и стеноволя. Будем, ребята, здесь и землю врастать. И поселок Потеряевка крестили по фамилии вожака. Кто их вывел из-под Рязани? Сто лет спустя в Потеряевке числилось уже 345 жителей, 81 крестьянское хозяйство. И все, что скопилось за сотню лет, лопнуло, функнуло в одночасье. Власть советского задумала строить колхозы, а кто помехой мог стать, их упрятали подальше селков на Рымский край, откуда возврата не было, где на корню был загублен цвет сибирского крестьянства. В Потеряевке колхоз возник. Из колхоза совхозное отделение сделали, обещали светлое завтра, а дело, что явно, к закату. И, наконец, в деревне не осталось ни единого жителя. Последним покинули ее безрукий пастух, инвалид войны Тихон Лапкин и жена его Мария. Дружной была семья, 12 человек детей. Вера в Христа была у них на первом месте. Без молитвы ни шагу, чужого не тронь. Слабо, помоги, а власть какая она, не будь, терпи. Впрочем, старики говорили, хорошая наша власть. Кто спорит? Да что-то долгонько держится. Да жить бы, да посмотреть ее последние дни. Чем она кончится? А что власть, в кавычках, хорошая кончится? Старые люди не сомневались. До предела терпения Мария и Тихон не покидали обжитого гнезда, ждали, надеялись на перемену к лучшему, возможно, и претерпели бы. Так кто-то пал, пустил, поджег сухие бурьяны вокруг заброшенной деревни. В том огне сгорела дотла последняя изба потеряевки. Тихон всем многодетным своим выводком перебрался жить в Казахстан. Минуло еще двадцать лет, и вот однажды на перроне стал состоять человек, обвешанный узлами-баулами. К чемодану приторочен топор и лопата, в плетеной корзине куры несушки. Аккуратным движением перекрестив пространство перед собой, человек с передышками пошагал туда, где раньше была потеряевка. Там выпустил из корзины кур с петухом, насыпал им тшина из пакета и принялся ставить шалаш на случай дождя. В запасах его нашлось с ведро семенной картошки. До вечера успел скопать огород и высадить все в землю. Вот и порядок, теперь будем жить. Господи, благослови! Это был сын Тихона и Марии, Иаким Лапкин-песченник. Иаким уже успел поработать каменщиком на стройке. После семинария в Троицко-Сергиево-Лавре возведен был сан и служил в одном из приходов Омска. Как ревнили в священном описании, он чутко подмечал многие нарушения со стороны иных священнослужителей, что было ему поперек души. И тогда он решил перейти под юрисдикцию зарубежной православной церкви и стал искать место, где можно начать новую жизнь. В строгости и чистоте лучше потеряевки не нашел. Кстати, шалаш он поставил рядом с местом, где когда-то стоял отцовский дом. Одиночество в шалаше продлилось недолго. Через неделю объявился родной брат Павел и следом еще трое верующих, тоже искавших уединение. Для пропитания, сложив скудные деньги, они купили в ближайшем селе молочную корову и приготовились к зимовью. Легко сказать приготовились, ведь у нас ни гвоздя, ни рубля, рассказывал мне позднее отец Иаким. На голое место приземлились. Единственное упование было на Христа. И Господь нас не оставил. Как-то подкатывает на газике совхозный директор. А мы сама готовим, топчем ногами глину с соломой. Он посмотрел нас скептически, отзывает мне в сторону. Завтра с утра пораньше приходи ко мне в кабинет. Зачем? А за тем, что своими ногами вам много не наработать. Вам лошадь нужна глину месить. Правда, лошадь продать частным лицам не запрещает закон, но за копеечную цену мы оформим ее, как падаль. Так что приходи. И так всякий раз, как по заказу, в нужный момент являлись доброходы, то ящиков пустых самосвалом привезут в торговле, в торговой базе. Каждая досочка на стройке годилась. То гвоздями одарят, то оконным стеклом у Бога милости много. По нашим молитвам он помогал нам через добрых, сердечных людей. Всем наш низкий земной поклон. Ныне в Потеряевке 16 иск и в 1 и в 2 этажа. Есть саманная, есть кирпичная, есть школа и в школе 23 школьника. Есть коровье, стадо, 50 голов. Есть церковь под куполом, жителей всех 72 человека. И вверху 12 написано. Это не считая почетного гражданина. Почетный это Игнатий Тихонович Лавкин, старший брат Иакима, бывший политзек, учреждения, убеждения, характер у него кремневые. При коммунистах священописания, получения отцов церкви и жития святых в типографиях не печатались. А Игнатий придумал множе духовную литературу через магнитофор. Работал он печеньком, зарабатывал неплохо, но все заработанное тратил на приобретение пленки и записывающих устройств разных систем. Включал сразу до 15 магнитофонов, начитывал тексты и безвозмездно распространял среди верующих. Тем же способом тиражировал любимого Солженицына, за что в итоге и парился за решеткой по статье 193. Ради Потеряевки разлюбезной он положил полжизни. Это не безоблачная была идиллия ее воскресенья из небытия. Чего стоило, например, добиться, чтобы поселенцам вернули хотя бы часть земельных угодий, ранее принадлежавших деревни. А бесконечные судебные процессы он не проиграл ни единого. Из-за его тяжких в опыте деревня на общем собрании даровала ему почетного. А по прописке он горожанин, с раннего детства любит голубей, в Барнауле держит превосходную голубятню, голуби его слабость. Третий брат Павел. Если Игнатий и Аким воспаряют духом небеса, то Павел за грешную землю держится. Вокруг Павла пчелы летают, коровы мычат, как трубы трубят. Домашняя скотина Павла слушается без слов и готова следовать за ним куда угодно, как на водке. И хоть оглох почти и достиг целого возраста, ему не сидится без дела. Павел разнал, допустим, о коровах голштинской породы, подавая ему голштинку. Она втрое больше молока дает в сравнении с обычной коровой. Павел немедля кинулся в поиски, доехал до института кормов имени Вильямска возле города Любни под Москвой. За наличную денежку ему подобрали там молодую корову таинственную. Образом в багажный вагон не принимают. В самолете тем более хитроумный Павел доставил голштинку в потеряйку. И вся деревня ходила на нее смотреть. Теперь дочь той москвички Метелица стоит на дворе моего квартирного хозяина Андрея Устинова. Ее молочко с удовольствием пьют Никита, Лизавета, Исаак и Анфиса. Каждое утро Никита, как старший, ему уже 10 лет, провожает Метелицу в садо пастись. Метелица в сутки дает аж 30 литров молока. Так или иначе, потеряевка крепень, жаль, однорукий Тихон до обновления не дотянул. А Мария вернулась, приехала к сыновьям и успокоилась в родной земле не на чужбине. Было еще событие, о котором не умолчать. Из Нарымского края, словно из иных миров, шепотом старческим прозвучало письмо похочи. Добрый день, отец Иоаким, мир вам! Недавно их газеты узнали, читали, от радости плакали, что потеряевка, наша Родина, вновь оживает. Господь сподобил вновь прикоснуться с родным и неоздышком. Я, Евдокия Титана, урожденная Рыжкова, а муж мой, Игнатий Нефантьевич, потеряев, мы еще живы. Мы молодые были, когда нас раскулачивали. Мы, Рыжковы, жили в одноэтажном брусовом доме, занимались хлебопашеством, синокосилком, жадка сама, сброска, молотилка, веялка, телега. На берегу пруда была баня, кузница, мельница, все конфисковано в 1930 году. Отца забрали в тюрьму, из Потеряевки было выслано семь семей. Рыжковы, Карельны, Скоковы, Потеряевы, Ширяевы, Кубасовы, Шахурины. Нас увозили сначала поездом, потом перегрузили на баржу, с баржи выгрузили в Дикой Тайге, на Голый берег. Очень скоро люди стали сильно умирать. Иногда хоронили всех в одну могилу, тела складывали друг на друга, некому было рыть могилы. Такие ходили все ослабленные, потеряя его, Агафьеву, Лагантьевну. Мы, девочки, хоронили сами, и могилку рыли, и несли, и пережили мы многое. А с вашей мамой и отцом мы когда-то дружили в детстве. Спасибо, Господи, вашу православную общину, цветник духовности и чистоты. Сделан еще один шаг к спасению нашей многострадальной России. Господи, помилуй нас, грешник. Дай нам силы утешения с низким поклонным Иван Нефальтьевич Потеряев и Иудокия Титовна Потеряева. Рыжкова. П.С. Душа неспокойна все-таки Ивану Нефальтьевичу дорогу до Потеряевки уже не одолеет, старый стал. А я, пожалуй, вместе с сыном приеду показать ему нашу родину. Пусть знает, Бог ведает, может и захочет он там остаться. Вот 12 основных неточностей, которые допустил Макаров СС в этой своей маленькой статье. А если бы статья была размером с мою книгу в 740 страниц, то в ней бы было, соответственно, 1776 явных неточностей, не считая по мелочи. Да еще и снимок поместили, который совершенно не относится к нам, какой-то чурой дядька идет на фоне храма. Эти неточности сделаны Сергеем Сергеевичем не со зла, а по журналистской привычке вести поскладнее, невзирая на истинное положение вещей. А для нас, верующих, эта статья была настолько неприятна, что их даже не стали зачитывать перед жителями, а дали Килейно прочитать во всей общине. И все до одного весьма поделились столь многим неправдам в этой статье. И непонятно для чего эта статья вообще нужна была, удивлялся немалый Аким, отец Аким, с которым мы еще раз прочли эту статью, подметив, столь явные и многие несоответствия с действительным положением вещей. Исаия 59.9. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас, ждем света. И вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Первая Маковея 9.69. Я решился возвратиться к землю свою. Я написал письме Макарову Сергею Сергеевичу, почему совершенно не указана главная цель восстановления этой деревушки, и как это осуществляется на деле, именно потому, что автор статьи это не ставит, не ставил во главу угла, или у него изъялись ей из текста. Да еще и фото совершенно не наше, а только вводящее в заблуждение. Сразу уже спросили место, почему же нет ни одной нашей фотографии. Как он это сделал семь лет назад, могу сказать, что за семь лет многое сделано в деле благовестия Царства Небесного. В соседние деревни наши ездят почти каждое скрытение, и везде жуткая картина бездуховности и смертельного обрядоверия, которые насаждают невозвращенные попы. Они буквально все отправляют ядовитым недоверием Бога Божия. У них вся сила в мощах. Вот привезли на Алтай Сафона мертвые и замшилы греческие монахи, якобы руку Иоанна Крестителя. Ажиотаж, бум, летом привезли голову якобы евангелиста Луки. Ажиотаж, бум, а народ так ничего не знал, так и гибнет. В отмесу и вере и диких традиций, ничего не имеющих общего с истинно-христово. Языческое некрофильство, некролатрия, обожесление умерших. Вся Библия и история говорит, что голову показывают только тогда, когда враг повержен. И этим убеждают всех, что победа над умершим полная. Езекииль 21.29 Чтобы тогда, как представляют тебе пустые вновидения, и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда на нечестью их положен будет конец. Кощунники, святатарцы, глумятся над умершими. И народу это нравится. Второе царство 4.12 И приказал Давид слугам, и убили их, отрубили им руки и ноги, и повесили их над пудом в Хевроне. А голову и его сфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне. Милиция охраняет, ибо привыкла к мертвецам, и, конечно же, крестные ходы. Помешались на них, гонят людей по кругу, лютые враги истины. Лето прошло богополучно, дети были вполне управляемы в лагере Стане. Мирские власти совершенно к нам не заезжали и не трогали нас. Приезжал на крещение 29 июля отец Иоаким Суворов и Сулы Московской Патриархии. И у нас, потеряевки в Барнауле, впервые служила с литургией совместно с патриархийным священником. Они с Иоакимом дружат уже 20 лет. Сирахов 10.12-13 Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Друг новый то же, что вино новое, когда оно делается старым. С удовольствием будешь пить его. Нас к муравью премудрый отослал. Учиться трудолюбию твари, как много избегнуть сможет зла. Свой опыт, прохудившийся, затарить. Вот неподъемная, так дружно подхватили. Один другому не мешая, вовсе не опускают ног своих бессилий. Здесь полной кладовой приходит осень. По муравьям барометры сверяют. Синоптики с воздушными шарами. Дорожки выметены без метлы опрятно. И муравейник с куполом, как в храме. Не слышим мы рабочих голосов. Не слышим мы рабочих голоса, наставников, надсмотрщиков не знаем. Нам объясняют, что их язык в усах. Для них они как полковое знамя. Как дружно бросятся на тех, кто потревожит. Все новые спешат из подземелья. Ход запечатывает, предвещает дождик. К ним за версту не подползают змеи. У них есть матка общая, царица рождающая. Неустанно рать. К ней посторонних не подпустят близко. Охрана неподкупнее людской стакрат. Как часто Соломон склонялся к муравьям. Слюнявил бережно травинку или стебель. Как много тайного от них он перенял. Полезность доказал на превосходном деле. Тысячелетия к тем муравьям. Лепомы не миллионы, только единицы. Не потому ли житницы неполны, Что не приучены трудиться и молиться. Послушный туда любит смуравей. Блажен, кого в труде Господь застанет. К позору нашему букашки нет мудрей. При непогоде запирайте ставни. 3 октября 2007 года. Игнатий Лапкин.